Друзья, всем привет, вы на Политоконьюз, с вами Денис Пахилов, Олег Жданов, военный эксперт, сейчас с нами на скайп-связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось с вами поговорить конкретно, точно, четко по вашему профилю, по военной ситуации, в том числе и в нашем регионе. Буквально недавно закончились масштабные учебные учебы, скажем так, учебные навчания. Учения, 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 это уже финал апофеоз учебы войск. Вот так, спасибо большое. А Сибриз 2021, друзья, закончился. И на фоне Сибриза в России, ну как мне казалось, нервировали. Запускали, выводили на учения, в том числе ракетные комплексы С-400, ПВО, Триумф. Нервировали в России или нет? Я бы сказал, психовали. Психовали? Психовали, да. Почему? Потому что, смотрите, если помните, когда начались потопы, ливневые потопы из-за дождей в Крыму, да. После Керчи была Ялта. И потом вдруг, ни с того ни с сего, президент России принимает решение о переброске 21 тысячи военнослужащих в Крым. Что такое 21 тысяча? Это две дивизии. И буквально мы с вами не наблюдали, я не наблюдал лично, не знаю, может вы где-то встречали в средствах массовой информации, что солдаты там, как было заявлено в легенде прикрытия Генерального штаба России, что они будут оказывать помощь местному населению в ликвидации последствий стихийных бедствий. Ну, в частности, этих потопов и селевых потоков, которые там особенно Ялту сильно засыпали. Не видел нигде, чтобы они принимали участие. Зато появилась информация о том, что на полигонах Крыма были замечены более современные российские танки Т-90, которые принимали участие в каких-то учебных стрельбах или в занятиях уже на полигонах Крыма. То есть в Российской Федерации поняли, что на море и в воздухе они не представляют угрозы для НАТО. И, кстати, вот эта демонстрация российского флота в последние дни проведения Сибриза, вот когда все вышли в море там 10 июня, и когда был проведен этот парад построения в Кельваторном стою и проход всех участников Сибриза, и Россия вывела весь свой флот, лучше бы она его не выводила. Потому что там просто ни в какое сравнение. Ракетный крейсер Москва, который вооружен советскими образцами ракет, да, немножко модернизированными, но и сам крейсер 80-х годов постройки, и ракеты еще старые советские, но там чуть-чуть доработанные. И по сравнению с тем, что, допустим, тот же британский эсминец Defender, который проходил мимо Крыма, да, мимо мыса Фиолен, у него на борту 90 томогавков. Три залпа, и он может этот флот просто потопить полностью, в полном составе. Боевой состав флота, ему достаточно будет ракет для того, чтобы его утопить. Ну, это так, для сравнения. Поэтому Россия очень нервничала по этому поводу. Поэтому не было особых провокаций. Они не приближались, как было заявлено с пресс-службой учений, что они не нарушали безопасные дистанции. Никто не входил в районы учений в этом году. Да, они развернули в том числе С-400 «Триумф» и показали, что они небо Крыма закроют. То есть уже Су-57, это в новом планере Су-35, имеется в виду корпус более новый, хотя как новый, это разработка 90-х годов Советского Союза, Су-57. Это был самолет Т-50, рабочее название проекта. Ну, вот они, что смогли, они в него поставили. Он уже не противостоял в воздухе самолетам 6-го флота, допустим, США или британским самолетам. Зато они показали, что у них есть мощное ПВО, которое может сбивать все эти самолеты. Но скажу уже, тут тоже переборщили. Почему? Потому что С-400, если верить тактико-техническим характеристикам, он противоракетный комплекс, а не ПВО, он уже больше ПРО, противоракетная оборона страны, чем система противовоздушной обороны. Поэтому тоже не совсем логично. Если против томогавков, то он бесполезен. Если против самолетов, то не совсем целевое назначение. Тут 300-й комплекс выступает намного лучше, чем 400-й. Или, допустим, там 125-й, или там еще ГС-125, я имею в виду, или еще какие-то другие комплексы ПВО, которые предназначены для борьбы с воздушными целями противника, а именно с самолетами. Поэтому для России, я думаю, это был... И, кстати, итогом учения можно считать уже, наверное, на сегодняшний день. России четко и ясно дали понять, что море и воздух — это нейтральные зоны, где каждый равен, где действует международное право. И никакого господства в Черном море, в бассейне Черного моря Россия даже может не мечтать. Да, она может собрать 100-тысячную группировку войск, да, она может пугать нас в первую очередь, но мы уже привыкли, мы уже не боимся. Мы просто считаем и отслеживаем, когда они приходят, а потом, когда они уходят. И сколько их там было, сколько осталось. А в воздухе и на воде, извините, вот ваше место Российская Федерация. И четко и ясно дали понять, где их место и какова их роль. Хорошо, каково тогда наше место? Потому что я на этой неделе находил такие противоречивые новости. С одной стороны, Укроборонпром наращивал, если не ошибаюсь, на 20% производства, а с другой стороны у нас заблокирован госзаказ и спасает производство именно экспорт. В том числе об этом говорил заместитель генерального директора концерна Игорь Фоменко, плюс там данные по производству давали на сайте Укроборонпрома. По большому счету, можете, давайте так, давайте сначала объясним вот эту противоречивую историю. 20% рост, заблокирован госзаказ. Ну и экспорт есть, это уже прекрасно. Так они живут за счет этого. Это как бы, я скажу, что аллилуйя, благо, что додумались дать Укроборонпрому, дали дать возможность хоть немножко заработать денег, хоть на самообеспечение. И, ну, я думаю, что там прибыль хорошая, просто, ну, дай бог, чтобы предприятиям и рабочим хватило. Вопрос в том, что, видите, гособоронзаказ – это наше внутреннее дело. Это я бы тут вспомнил Наполеона, который сказал, что тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Так вот, пока что мы кормим чужую армию. Действительно, у нас есть суперразработки. По-моему, в 2018 году Укроборонпром впервые представил свой стенд в Вашингтоне на международной выставке вооружений. И когда наш стенд открылся, американские представители сказали, так, а чего же вы у нас просите оружие, если у вас есть такие разработки? Понимаете? Вот в чём вопрос. У нас есть уникальные. Мы могли бы сами себя обеспечить вооружением любым. Смотрите, реактивные снаряды к залповым системам, начиная от калибра 122 мм, градовский, заканчивая смерчами, или вот сейчас уже новый боеприпас «Альха». Причём «Альха» относится к высокоточному оружию. Это один снаряд – одна цель. Понимаете? Если в кассетном исполнении то же самое, одна цель, но площадная, которая имеет размеры, ну, к сожалению, главком вооружённых сил генерал Хамчак говорит, а мне сейчас «Альха» не нужно. Мне нужны «ВОГи». Понимаете? Это первый момент. Второй момент. Вот в принципе, я скажу так, в принципе, это парафия президента. У нас президент – верховный главнокомандующий, и внутреннюю военную политику определяет он. И вот этот оборонзаказ, смотрите, финансирование, программа перевооружения и модернизации вооружённых сил должна быть государственная. Исполнитель должен быть, премьер-министр, главный контролёр – президент. Вот. Разработку можно там поручить, пожалуйста, есть СНБО, есть профильные институты, есть Министерство обороны, которое напишет всё, что им надо и всё, что они хотят. А потом уже Министерство экономики и Министерство финансов скажет, в чём разница между «хотим» и «можем», и как эту разницу нам преодолеть. Но оборонзаказ – это должна быть государственная программа. Она не должна быть в рамках военного бюджета. Понимаете? Да. Вот в чём проблема. Если вы сейчас посмотрите, к чему привязан оборонзаказ, то увидите, что основная статья финансирования оборонзаказа – это фонд госимущества Украины. Приватизация. Давайте посмотрим у нас, где эта приватизация. Насколько я знаю, за два года новой власти продан там отель Днепропа за 11 миллиардов гривен. Кстати, интересный вопрос, где эти миллиарды и куда они пошли. Вот они должны были лечь в основу, профинансировать статьи гособоронзаказа. И промышленность должна была это исполнить. А у нас Укроборонпром на сегодняшний день выживает за счёт экспорта. И причём, я скажу так, который пользуется огромным спросом. Вот, допустим, в тур «Скиф». Знаете, что у нас такое есть? Да. Да. Так вот, его закупают активно страны Ближнего Востока. Саудовская Аравия, по-моему, купила пару лет назад более 300 комплексов. У них они стоят на хамвеях, на пикапах и есть в переносном варианте. Но в основном они их ставят на колёсную базу. Ну и получается странная ситуация, да? У нас получается странная ситуация. У нас есть «Скифы». У нас есть Вильхаэм, если мне не изменять память, там до 130 километров у неё дальность. Вот если мне не осталось… 110 у неё дальность гарантированная, и она управляемая. Вот, у нас есть такое вооружение. Критики президента, критики действующие центральной власти, говорят о том, что если наступит большая полномасштабная война, мы просто не успеем перебросить там же ту же Вильху, те же «Скифы» и так далее, оборудовать полностью всё и отправить… Мы не успеем произвести. Вот. Мы не успеем… У нас, я скажу так, что опять же, это прокол… Сейчас я скажу даже, чей прокол, вы будете очень удивлены. У нас проблема с мобилизационным планом страны. Он всегда был. То есть это переход страны на военные рельсы. Вот как вы думаете, кто ответственный за разработку моб плана страны? Какое министерство, на ваш взгляд? Сейчас, секундочку. Вот чтобы так… Естественно, не Министерство обороны, если вы так спрашиваете. Или Министерство обороны. Минсоц, возможно, даже, боюсь, представить. Ну, ладно, не будем ломать копья Минэкономики. Прекрасно. Министерство экономики отвечает за мобилизационный план страны. Это их хлеб. Они должны рассчитать разницу между экономикой в мирное время и экономикой в военное время. И вот эту разницу они должны обеспечить. Допустим, вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки на металлургических предприятиях лежит там определенное количество тысяч тонн металла или готового проката. И государство платит собственникам этих предприятий, платит деньги за хранение этого металла. А зачем металл? Затем, что в особый период этот металл в первую очередь сразу же пойдет в производство вооружения. Вооружение и техники. И так должно быть сделано везде. Причем в Соединенных Штатах госсектора нет в военно-промышленном комплексе. В Великобритании госсектора нет в военно-промышленном комплексе. В Израиле нет госсектора. В Германии 5% госсектора ВПК. И то государство контролирует только пороха и взрывчатые вещества. Все остальное частное. Но у них есть программа перехода на военные рельсы. И они понимают, что, допустим, это, кстати, мы с вами затронули такую больную глобальную тему. Это отсутствие внутренней военной политики, которая должна была быть изложена в новой военной доктрине. Ее нет в Украине, к сожалению. И уже на основании доктрины она должна быть расписана по целевым программам всех министерств. Начиная от Министерства обороны, заканчивая тем же Министерством экономики. То есть мы на основании концепции национальной безопасности, там есть угрозы. Военные должны сказать, ребята, для того, чтобы эти угрозы сдержать, на первом этапе нам необходимо иметь вот такую вот армию. В такой-то численности, в такой-то штатной структуре и вот на таком вот техническом оснащении. То есть вооружение, допустим, 3+, 4+, или там 4-5 поколение имеется в виду, вооружение, да, технологически. Но если война переходит в затяжной характер, значит, экономика страны должна там в какой-то, это и есть особый период, и экономика страны должна быстро перестроиться на военные рельсы. Для этого нам необходимо, допустим, от 6 до 11 месяцев на перевод страны на военные рельсы. Эти 6-11 месяцев покрываются за счет МОБ-резерва первой очереди штатной численности вооруженных сил и запасов, которые хранятся на складах и арсеналах Министерства обороны. Понимаете? А потом через 6 месяцев первый танк приходит в войска уже с МОБ-резервом второй очереди. Обученный, собранный, заряженный, и он вступает в бой. И таким образом страна, став на военные рельсы, дает постоянный конвейер подпитки фронта и может вести полномасштабную войну, затяжную, длительную. Понимаете? У нас... Это вот мы с вами обсуждаем. В документах я это не вижу. Ну, наверное, мы закончили... Ой... Приющенко. Класс. Вот где-то тогда, когда он сказал, что у нас... Сначала пришел Кучма, сказал, посмотрел на карту, сказал, хиба Россия ворох. И убрали Россию из всех расчетов. Потом пришел пан Ющенко и сказал, а у нас на Западе врагов нет. И убрали ее. И мы стали проводить все расчеты сами с собой. И с этого момента... Ну, потом плюс еще конверсия постоянная в экономике. И вот помните, как 14-й год, за что брали... Это самое... Возбуждали уголовные дела против директоров бронетанковых заводов Украины. За то, что отсутствовал мобзапасы, мобзапасы на заводах. Они были давным-давно опущены... В расход, скажем. В расход, да, да, да. Вот за это их и начали брать. Потому что когда сказали, ребята, давайте быстро, где надо ремонтировать танки, БМП, БТР. А у нас ничего нет. А все уже украдено до нас. Вот это огромная проблема. И пока мы не начнем заниматься вот этой проблемой, пока мы не начнем гособоронзаказ возводить в ранг государственной программы и вешать его ответственность за его выполнение... Точнее, непосредственно исполнение на премьер-министра Украины. А у него, кстати, есть вице-премьер по военно-промышленному комплексу в правительстве, который должен этот оборонзаказ начинать и заканчивать свой рабочий день в руках с этим документом. Понимаете? Вот до тех пор у нас ничего не будет. Ну, если коротко, скажем так, для подытоживания. Если начинается полномасштабная война, у нас есть силы первичные, которые смогут отстоять в случае чего, правильно? Если же война будет затяжной, то, скорее всего, силы подмоги у нас пока что нет. Правильно? Им будет нечем идти в бой. Класс. Если мы МОБ-резерв отмобилизуем, то у нас не будет бронетехники. Здесь мы уповаем на две составляющие сегодня. Первое – это на помощь партнёров, что они нам дадут вооружение. Насчёт вооружения сомневаюсь, насчёт боеприпасов, может быть, и дадут. И там лёгкое вооружение. И второй момент – на слабость нашего врага. Вот пока в России раздрай, коррупция и всё остальное, и они не могут собрать полноценную, допустим, 200-250 тысяч и глубоко эшелонированную ударную группировку, тогда мы можем ещё за счёт, опять же, Добрабатов, за счёт резерва Министерства обороны, мы можем отбить этот удар. Вот это наше спасение. Ну, такое впечатление, как будто мы снова в 2014 году, и нам просто нечем воевать. Хотя прошло уже с 2014 года, друзья, я думаю, тут несложно посчитать, сколько лет. Спасибо большое вам, Олег Жданов, военный эксперт, был на связи с Политека Ньюс. Друзья, не забывайте про подписку, не забывайте про колокольчик, чтобы знать, когда выходят наши новые видео. Всем спасибо, всем пока.